Большинство химических элементов жизненно необходимы человеку, при этом для многих из них установлена определенная роль в организме. Существуют элементы, которые проявляют сильно выраженные токсикологические свойства при самых низких концентрациях и не выполняют какой-либо полезной функции. Они не являются ни жизненно необходимыми, ни благотворными, так как даже в малых дозах приводят к нарушению нормальных метаболических функций организма. В России гигиеническими требованиями и санитарными нормами определены критерии безопасности для следующих токсичных элементов, которые могут содержаться в сельскохозяйственной продукции. Это такие элементы, как ртуть, свинец, кадмий, мышьяк. Согласно решению Объединенной комиссии продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций и Всемирной организации здравоохранения по пищевому кодексу, 8 химических веществ включено в число компонентов, содержание которых контролируют при международной торговле продуктами питания. Главная цель комиссии состоит в охране здоровья потребителей и обеспечении добросовестных методов торговли пищевыми продуктами. Одним из самых опасных и высокотоксичных элементов, который способен накапливаться в организме животных и человека, а также в растениях, это ртуть. Благодаря своим физико-химическим свойствам ртуть и ее соединения широко распространены в природе. Ртуть, как в свободной форме, так и ее соединения, эффективно встраиваются в процесс обмена веществ морской фауны и накапливаются в морепродуктах. Содержание ртути в рыбе и моллюсках может в сотни раз превышать ее содержание в воде. Такие продукты, в частности, как рыба, представляют огромную опасность для здоровья и жизни человека. Кроме ртути, наиболее известным токсичным элементом является свинец. Многие растения накапливают свинец, который передается по пищевым цепочкам, затем попадает в мясо и молоко сельскохозяйственных животных и, соответственно, на стол потребителя. Также свинец может появиться в консервах при длительном хранении. Так называемая сборная жестяная тара спаивается сбоку и к крышке припоем не всегда качественно, содержащим определенное количество свинца. Последствиями такого нездорового рациона могут стать сердечно-сосудистые заболевания и серьезные изменения в нервной системе человека. Ведь свинец способен заменять кальций в костях, становясь постоянным источником отравления. Достаточно токсичным для организма человека является такой элемент, как кадмий. Его почти невозможно изъять из промышленной среды. Больше всего кадмия содержится в растительном сырье, так как растения легко поглощают кадмии из почвы, а также из воздуха до 30%. Также опасным загрязнителем продовольственного сырья и пищевых продуктов является мышьяк. Поступление его с пищей может привести к острой и хронической интоксикации. А в ряде случаев и к развитию злокачественных новообразований. Для проведения лабораторных исследований качества и безопасности пищевой продукции используются только метрологически аттестованные методики. Брянская межобластная ветлаборатория оснащена современным аналитическим и вспомогательным оборудованием. Такой прибор, как МАС-спектрометр Аврора М90, обеспечивает высокую чувствительность и позволяет определять сразу 34 химических элемента в одном образце. Способность токсичных элементов долго храниться в окружающей среде является прямой опасностью для людей и животных. Поэтому так важен постоянный лабораторный контроль за содержанием токсичных элементов в продуктах питания и кормах.